Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите недельный обзор финансовых рынков на канале Инстатв. В пятницу на американском фондовом рынке индексы Dow, Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на рекордных значениях 21637,74 пункта и 2459,27 пункта соответственно. NASDAQ Composite совсем немного не дотянул до рекорда. 14 июля NASDAQ вырос до отметки 6312,47 пункта, а по итогам недели прибавил 2,6%. В то же время индекс Dow Jones Industrial Average повысился до рекордного уровня 21637,74 пункта. Его недельный рост составил 1%. Standard & Poor's 500 поднялся до отметки 2459,27, по итогам недели прибавил 1,4%. В пятницу вышли отчеты, согласно которым розничные продажи в США в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, хотя эксперты ожидали роста показателя на 0,1%. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов, так называемая контрольная группа, показатели используемые для расчета ВВП США сократились на 0,1%, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В то же время потребительские цены в США в июне не изменились по сравнению с маем и увеличились на 1,6% относительно июня 2016 года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,1%, второго на 1,7%. Участники рынка считают, что ряд слабых стат данных по экономике США понизил вероятность скорого повышения учетной ставки ФРС. Джанет Йеллен сообщила, что считает июньское замедление инфляции кратковременным явлением и ФРС будет продолжать повышение ставок. Но если потребительские цены не будут расти, ФРС может изменить свою стратегию, добавила она. На прошлой неделе за второй квартал успели отчитаться три крупнейших банка Америки – JP Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. По прибыли все отчитались лучше прогнозов. JP Morgan заработал рекордные 7,03 млрд долларов. После избрания президентом США Дональда Трампа в американском банковском секторе началось ралли. Недавно стало известно, что банки успешно прошли стресс-тесты. Однако в пятницу после объявления квартальных результатов акции всех трех банков подешевели. Котировки JP Morgan упали на 0,9%. У банка сократились доходы трейдинговых подразделений на 19%. JP Morgan – крупнейший в США банк по размеру активов. Его выручка повысилась на 4,8% до 26,41 млрд долларов. Руководство финансовой компании объяснило рост показателей повышением процентных ставок и объемов кредитования. Котировки акций Citigroup снизились на 0,45%, а Wells Fargo – на 1,1%. У Citi также упали доходы трейдинговых подразделений. За отчетный период Citi заработал 3,87 млрд долларов прибыли, потеряв 3%. Wells Fargo заработал 5,81 млрд долларов, что на 5% выше предыдущего показателя. Это был недельный обзор фондового и товарного рынков на канале Инстатв. Всего вам доброго, до свидания!